добрейшего раннейшего свежайшиморозного утра всем братцы здрасте за бортом у нас 4 утра и 11 градусов мороза не сказать что много так хорошая погодка видите там у на долю убывающие то ли нарастающие по-моему убывающие короче сейчас дома был там с дочкой географию учить приходилось такое что-то не могу понять какая-то фаза там фаза там так заумно все короче главное что она есть так все наши авто все в порядке вроде ночевали мы вот здесь вот там наши склады где выгружались где мы тут с русланом кофе гоняли уже решили переночевать уже все таки смысла какого-то ехать было вчера вчера вечером не было вообще никакого сейчас я думаю мы довольно спокойно мкад проедем так с кормилицей все хорошо прячем наш баллон вчера нежданно негаданно но почти генеральная уборка кабины получилась вечером рассыпал о будильник пиликает что лекси николаевич пора ехать кофе рассыпал нерастворимый здесь по кабине все было в кофе так можно заводиться о потеплело десять уже 401 нормально это сейчас погаснет неисправность cbs она сейчас погаснет все забиваемся смажки маршрут выдвигаемся коллега тоже решил как проскочить желты с утреца выдвигаемся и по дороге расскажу о наших планах на сегодня ну шо царь сдрогнули сдрогнули но у кастни пока не хочет апс заверт что ли я сейчас двадцатку наверно должен разогнаться или сколько по моему и она погаснет отцов включить на мгновение не понял чего нужен какие-то же замерз датчик сайтик столкновений что ли сюда еще непонятки какие-то на москору сливку плюс рублево что-то горит пока б.с. непонятно может погаснет потом по идее не должен ладно это все ерунда погаснет так теперь что тут вернемся к нашим баранам ездим мы сейчас в район солнечногорска все будем делать районе солнечногорска в районе солнечногорска мы сегодня утром там во сколько они восемь-девять начинают работать будем менять резину одно колесо у меня есть до постоя новое точно такое же колесо мы там у них то купим вот там же у них нарежем канавки впереди на ведущей оси боковые они такие слегка подгулявшие у нас уже почему-то за прошли только не кожа солидный бобром в первом ряду есть почему-то они у нас уже подгулявшие такая прошла резина у нас сто сорок тысяч час еще боковые канавки надо подрезать вот и потом дальше дальше мы поедем в тверскую область блин я забыл название городка там загрузимся на питер сегодня сегодня надо загрузиться завтра в питере разгрузиться и после обеда завтра стать под загрузку на на барселону вот примерно такой у нас сегодняшний план наполеон отдыхает а план на ближайшее мгновение надо заскочить на какую-нибудь заправку еще то так капучино захотелось вот какая-то светится впереди что тут у нас за танкштейли танкштейли это заправка по-невецки или это не заправка и это не заправка в общем сейчас куда-нибудь на какую-нибудь надо заскочить взять себе кофейку пока будем амкаду катить будем баловаться кофе заодно датчик протру так 60 предупреждение столкновений не люблю когда чем-то на панели светится апс не погас интересно что-то глюк какой-то ну вот заглушу на заправке посмотрим хотя уже наверное не заглушу нам када осталось 1,3 километра сейчас нам када заскочим может быть пойдем севером так короче ехать мне уже 78 так было 84 километра с самого начала нормально туда часам к 6 приедем так все выключаем рацию поедем севером по наружке туда часам к 6 приедем там туда-сюда посидим там может ляжем еще по древям что-то мне не спалось я собирался в будильник играть 4 подняться поднялся в 3 сам я лег вчера в 9 вечера вот поэтому наверное выспался не знаю а а то и москал сити может лягут там пока они появятся появятся еще по кемариум посмотрим на месте разберемся пока поехали заправку искать как вот все красота надеюсь он такой и будет до самой на ленинградке в десять часов вечера нам в каде на грузовике делать нечего а кофе взят так колеса все крузится обычно bs загорается когда что-то с резиной не то но я думаю это скорее всего глюк но лучше еще раз посмотреть так вроде как все нормально датчик да датчик просто здесь расстояние я его протер он был здесь изморозь на нем сейчас посмотрим по идее сейчас все должно пропасть но это по идее кофеин сюда поставим опа что мы здесь видим пока ошибки выдает все видите все ошибки пропали короче глюк какой-то это бывает это нормально датчик расстояния возможно это и не глюк был а этот самый а с абсом это нормально все можно ехать а 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 и и чем и щелчком вот прямо напротив поста шелка заправка заехал так с полосой разгона здесь не очень ладно проекте 27 километров нам по мкаду но это скорее всего наверно меня на м11 будет выводить так устраиваться надо не вариант ремонт нам то м11 сейчас ночью не нужно зачем нам там за этот кусочек до солнечногорска заплатишь столько сколько потом от солнечногорска до до пиццера поэтому времени у нас вагон еще и плюс тележка в воде поедем по м10 через химки спокойно навын подождите ничего было невгод может что Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok не Солнечногорск как она или Солнечногорск короче вот нам до 107 надо доехать и на 107 направо свернуть вот отсюда СН-10 и все и там прямо на территории стоянки этот шин и центр там какой-то в общем нам туда сейчас будем небезызвестное Вашутинское проезжать там где-то таможни там все дела Вашутинское таможни и потом поворот на Шереметьево аэропорт что вот в Шереметьево не доводилось не взлетать не прилетать Домодедово Биль Внуково Биль Жуковский Биль Череметьево Нибиль 2 километра отсюда до Цереминала вот самое время когда нужно кататься по Москалу и окрестностям что-то они там коллеги пристепались что-то остановили контейнер да без комментариев я еду не быстро я еду 65 что мы уже Вашутинское проехали что ли нет вот Вашутинское вот сейчас полный поворот вот сюда направо Вашутинское нет проехали уже извиняюсь это уже в Шереметьево нет не извиняюсь вот Вашутинское направо и сразу же направо и вот туда там таможни и что там только нету такая промзона в Химках залитная комплекс здесь мемориальный шикарный в Зеленограде жаль что тут никак нельзя остановиться чтобы подойти поближе посмотреть но очень красиво только что-то почему как-то совсем не подсвечивается я думаю тут еще ночью и подсвечивается ну вот ну вот как это называется вот скажите мне вот как ага я знаю как это называется они знают здесь дорогу поэтому в тот ряд они лезут видеть они там что-то тоже все перестраиваются устраиваются вообще их гонят я так понял эти новые скани ага желтенькие ну раз желтенькие то наверное дорожники нульсовые куда-то погнали на Арбайден нам совсем чуть-чуть уже осталось Арбайден всего лишь 9 км и все 25.6 мы приехали почти средства наши к шинному туда на территорию стоянки пустят бесплатно вот скания справа скания север или как она тут правильно называется тут пацаны на дороге стоят здесь склады готовьтесь к правому полороду через 800 метров через 800 метров вот что-то вон там на той горке а идея должны пустить паркинг-то большой кстати если честно я никогда не знал что здесь стоянка есть так-то видел грузовики стоят а что они тут стоят через 100 метров поверните направо на следующем повороте поверните направо наружная сеть а смотрите какой тут симпатичный ледок наверное в любом случае ничего себе ее сразу понесло все торможу а она катится не фига себе молодцы вы бы тут хотя посыпали чем-нибудь кто-нибудь когда-нибудь здесь прямо на этом перекрестке сложится здрасте еще никто тут пока не сложился на перекрестке ждете да ждут они я понимаю что все на вас выливается ну это все понятно я к шинникам ну я понимаю но платить надо когда к шинникам или нет платить понятно но мне к ним а потом диспетчерскую как как процесс тоже диспетчера будет ну ясно куда ехать туда туда в конец да бедолага ну я их понимаю что все им высказывают понятно вы видели сами я заверну это хорошо я тихонько зашел поворот а если бы зашел на скорости а здесь вы смотрите что делается ну просто вот одевай коньки и покатились тихонько-тихонько вкручивать потому что мы тут сейчас по прямой поедем обалдеть обалдеть неожиданный такой сюрприз правда едешь такой полусонный ты въезжаешь в поворот входишь и оп ты в шоке пункт через 200 метров до конца до упора шинники из 9 поэтому ладно что сейчас мы тогда становимся и ждем потом к шинникам сходим что они скажут какой тут диспетчер если что по дорожной сети заплатим за въезд вы прибудете в конечный пункт через 100 метров я аж проснулся уже если честно так подремывать начал и тут бабах такое счастье до конца это наверное дальше да ну что у меня такси от ваха светит у меня верхние лампочки выключены а вон я вижу наверное слева да там написано все такое короче встанем пойдем сначала к шинникам и потом разберемся тормоза жмешь и она останавливаться не хочет и ехать не хочет ни вперед ни назад никуда за ртом тут дырочка просто есть с левой стороны попытаемся сейчас туда завернуть не факт что получится может быть потихонечку только если ими то есть приехали пол шестого наверно можно покемарить пару часиков дошел коллега не может завестись у тебя провода есть я говорю есть ничего не понимаю 24 вольта перед показывает а это самое вообще даже не проворачивает тут варианта 2 либо опять комп какой-то глюк схватил у него либо что чему она не крутит цвета в эту ворот стою забора стою красная воля сейчас подъедем вот наверно у меня вот если автомат если у меня вот рычажок мой повернуть вперед то она не заводится тогда а сейчас мы выручим в общем тут дело не в стартере, ой, фу, не в стартере, не в аккумуляторах потому что ему сразу говорится, 24 показывают, ну, была мысль, может быть, глюк какой комп схватил нифига, мы кинули, у него напряжение 26 показывает, а оно только щелчок идет там, под норами а говорит, первый раз в морозы попал, номера питерские положить вот, говорю, может быть, втягивающие на стартере прихватило запросто, и все, щелчок идет, а оно подверзло и все, ну, вот камину поднял, сейчас пытается стартер найти говорю, давай развернусь, стану так, чтобы можно было посветить, чтобы что-то видно ну, лучше видно было, темно, ему на выгрузку лететь а, питерские номера, вот, у него морозов машина не видела и запросто прихватила пойдем посмотрим и где стартер, я понятия не имею, зовут и вульвер стартер в общем, по итогу, ничего у него не получилось не, вообще, ну, даже не релюха щелкает, и все там, как я тут посоветовался, поговорил, говорит, проводочек на волю говорит, вообще болезнь, говорит, там проводок внизу отмыкает надо, отгнивает где-то там на стартере, короче, на стартере сняется там, делов-то, в принципе, не на очень долго ну, он сказал, что сейчас коллега его идет позвонил уже, при мне приедет, воздуха накачают дернет его меня дернуть, не за что сзади цепляться заведет столкача, у него вульва не автомат а такая ну, еще с рычагом с кочергой, поэтому дернет и все, говорит, на базе уже пускай, говорит, разбираются электрики в общем, вот такое небольшое, вместо сна небольшое приключение попытка помочь ну, увы, не получилось ну, а сейчас уже что, время уже 7 уже смысла спать ложиться нету сейчас тут чайку попьем туда-сюда и уже вот эти рубятки появятся с этого шинного и пойдем заниматься колесами вон коллега на Вольвино-Красненькой дождался своего коллегу вот они там уже занимаются а мы под шиномонтаж подгоняем 15,9 все-таки часик умудрился, подремал ставим и сейчас вроде с 9 они тут должны начать уже работать пойдем наше колесико доставать с палетника в общем, немножко поработаем пошевелимся с утра пойдем спросим что да как не видите, что тут делается тихонька, катайся все пол-одиннадцатого ведущую мы нарезали боковушки здесь все красиво и задняя ось у нас новая на тягаче ну эти еще походят задние колеса поставил на середину сколько походят еще не знаю ну сколько-то походят запаску колодки еще 20% где-то 20-25 даже процентов так еще в районе думаю под соточку короче в районе 400 уже нужно будет полностью менять колодки диски все целые на четырех осях все хорошо ближе к 400 тысячам надо будет по-любому загонять уже на сервис кегелевский так вот теперь нам осталось только навести порядок в прицепе я уже начал вот уже щиты поставил поприкручивал короче будем выкидывать их не знаю смысла я не вижу пока это я сейчас выброшу конечно вот это вот говнецо эти расстелю сюда стоять не буду с левой стороны потому что ну правый бок расчехляется крайне редко я не знаю там раз в год бочину правую расчехляешь обычно расчехляешь для загрузки если боковая то левую ну и либо так зад эти сейчас растяну просто не успел и пускай они здесь лежат на полу если уже нужно будет что-то их убар убрать с пола или еще что-нибудь кому-то что-то не понравится если убрать с пола то делов на 20 минут приготовлю которые вот такие вот прикручивать дырки есть и все и во всяком случае сейчас можно возить что хотите навалом мешки газеты и не надо бояться что тебя разопрет и так далее вот ну и немножко наведем здесь порядок потому что тут должен быть порядок а у нас тут слегка беспорядок вот пускай если уже нужно будет разобрать раскрыть правую сторону ну то же самое раскрутить делов на лишних 15-20 минут работы поэтому во-первых их некуда выкинуть а во-вторых никуда ты их выкинешь они есть не просят пригодятся сейчас еще их ремнями здесь ремни развешу рваные рваные у нас будут для перевозок здесь по месту сейчас шеф приедет ждем его сейчас пол 11 уже все я уже готов шеф приедет привезет документы ремни везет новые они у нас будут чисто на Европу а эти рваные одни рваные не хуже то есть еще с ними не будет ну просто если какой-то немец на контроле рваный возьмет увидит скажет них тут а так никакого эффекта того что они порваные ну слизал их и все ну видите сколько у нас рваных это у нас все порезалось когда мы везли в Иркутск с Эстонией из всех ремней тогда наверное резанул когда я открыл машину там было ремней наверное 7-8 варваных вот все хорош балаболись пока до приезда шефа надо тут все сделать чтобы он приехал забрал туда-сюда и лететь нам еще грузиться сегодня еще отсюда километра где-то 190 на загрузке по типу автобану но все равно с часами по трем сегодня хотя бы на загрузку приехать до сих пор до сих пор до сих пор Субтитры подогнал «Симон»